Всем привет! Меня зовут Валера. Это видео будет посвящено нашумевшей модели кроссовок для скейтбординга от компании Ethnis Skateboarding, модель Marano VOOG. Кому интересно, оставайтесь со мной. Поехали! Marano VOOG это облегченная версия оригинальных кет Marano. У меня же эти кроссовки полностью замшевые, низкие, в цвете navy blue, то есть темно-синие. Сейчас я вам покажу их поближе и подробнее про них расскажу. Кроссовки полностью замшевые, с прорезиненным носком для повышенной износа стойкости. Также тут имеется заметно утолщенный язычок. Когда я только начинал кататься, моими первыми кроссовками были кеды компании Patrol и у них был толстенный просто язычок и в нем даже был карманчик. Язычок Ethnis Marano мне очень напомнил язычок от Patrol. Здесь классическая плоская шнуровка. Подошва резиновая Vulcanist и она очень по структуре напоминает мне подошву Vans. Подметка с технологией STI Evolution позволяет дополнительно защищать ногу от динамической нагрузки. А стелька на ощупь достаточно жесткая по сравнению с моими предыдущими моделями. Многие блогеры отзываются о этих кедах как о самых неубиваемых на данный момент на рынке. Так что давайте сейчас прям поставьте это видео на паузу и напишите мне в комментариях, как вы думаете, сколько дней они у меня прожили. Только давайте честно, не перематывая до конца, прям сейчас напишите в комментариях, сколько дней и посмотрим, кто из вас был прав. Напомню, что лидерами из всех моих VR-тестов на данный момент являются кроссовки DC Crisis, которые прожили 42 дня. Так что делайте свои ставки в комментариях. Формат VR-теста остается прежним. Каждые 7 дней вы можете наблюдать степень их износа. Ну все, хватит болтовни, уже нужно идти тестить эти прекрасные кроссовки. Итак, ребят, настало время подводить итоги по этой паре обуви. И могу сказать, что как только я их надел, мне кроссовки понравились, потому что они были достаточно удобными. Я к ним достаточно быстро прикатался. К тому же нога себя внутри кроссовки чувствовала очень комфортно. Прям было такое ощущение, что я прям в подушке нахожусь, и как бы никакие удары доски мне не страшны. Но это продлилось буквально первые дни, и потом мое мнение начало о них меняться. На первый взгляд у них не было никаких серьезных проблем, и подошва, например, тоже очень хорошо цепляла шкурку. Но через 7 дней подошва на носке уже нехило протерлась, при том, что я в кедах катался на разных препятствиях, а не только делал флипы во флэкграунде. И под большим пальцем, тоже невооруженным взглядом, видно уже истончение подошвы, хоть и цеплять она пока не перестала. Шнурки, кстати, с первых дней катания тоже начали махриться, и поэтому мне пришлось немного накапать клея на проблемные места. Зато принт на стельке практически не стерся, хотя в некоторых кедах, я помню, что у меня, например, у Nike SB такая проблема, что за первый день катания этого принта уже не видно, и непонятно вообще, зачем они его там печатают. Перемещаемся еще на неделю вперед, и спустя 2 недели мы также можем видеть, что подошва у нее также продолжила стираться на носке, и причем она уже там потеряла форму и стала такой достаточно острой. На подошве под большим пальцем потертость стала еще больше, но несущественно. В течение этой недели я все же мучился больше от другой проблемы. Кроссовки очень сильно разносились, и создавалось впечатление, что они мне на несколько размеров стали больше. Причем разносились они и в ширину, и, что самое странное, в длину. Даже максимально тугая шнуровка не помогала нормально держать ногу. Прошла всего лишь еще одна неделя, и произошло следующее. Я решил себе поставить новую доску, причем шкурка у меня там стояла, по-моему, Супериор. Это далеко не самая адская шкурка. Да, она хорошо цепляет, но не сказать, что она там, я не знаю, как моп-гриб, просто рвет все на своем пути. И кеды превратились, сейчас посмотрите во что, просто их уже не узнаете. И вообще, я могу вас заверить, что новая доска и новая шкурка вовсе не означают, что ваши новые или уже чуть-чуть бэушные кеды сразу же полетят в мусор, потому что следующий VR-тест у меня будет с очень интересными кроссовками, и они пережили несколько новых досок, и хоть бы хны. В общем-то, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий VR-тест, потому что там кед будет вообще вот такой. Подошва снаружи разорвалась прямо до замши, и стало очень некомфортно вытягивать флипы. При этом кроссовки также продолжали разнашиваться, и мне приходилось уже просто пустым вот этим вот кроссовкам вытягивать любой трюк. Резиновая полоска над подошвой немного только потрескалась, а вот снизу подошва под пальцем достаточно сильно стерлась, и в совокупности со стертой резиной сбоку вытягивать стало просто невозможно. И самое обидное, что у них даже бок от хилфлипа никаким образом не стерся, хотя практически с любой парой это происходит. В общем-то, вот так они прожили 21 день, и то последние дня 4 я катался не очень-то продуктивно, мне постоянно мешало то, что они сильно там разносились, что у них достаточно сильно стерся и носок, и подошва. Но у меня не было времени никак снять новый вертест, ну, там нужно как-то подготовить, чтобы свет в комнате был более-менее нормальный и так далее. Я еще в них прокатался еще 6 дней. И сказать, что я в них мучился, ничего не сказать. Я все правильно сказал, я прокатался в них 6 дней, хотя должен был прокататься хотя бы 7, чтобы закончить вот эту вот неделю, и вам вот опять на серебристом фоне их показать, но у меня просто тупо не хватило терпения, потому что все их проблемы, они просто усугубились. Подошва стерлась уже прям практически до стельки. Затем вот здесь уже стала прям такая сквозная, достаточно большая бера. Вот, шнурки также продолжили рваться, и, в общем-то, все их плюсы превратились в минусы. Давайте перейдем к моим финальным впечатлениям, и сейчас я вам расскажу, что мне в них понравилось, что мне в них не понравилось. Начну я, наверное, с плюсов. И главный их плюс заключается в том, что на первом этапе они были очень удобными, к ним не нужно было прикатываться, доску они чувствовали хорошо, цепляли ее хорошо, и, что немаловажно, у них была очень хорошая амортизация. Они реально везде держали ногу, они были мягкие, такие, как подушки, доска прилетала по ноге, била, и я, в общем-то, ничего не чувствовал и радовался, но, как я уже сказал, что это не так уж долго продлилось, и, в принципе, на этом, наверное, все плюсы заканчиваются, и тут я уже перехожу к минусам. Вернее, не совсем так, и далее их плюсы превратились уже в их минусы. У них была, как я и сказал, хорошая достаточно амортизация, но за две недели эта амортизация вся стопталась, и кеды стали уже не настолько мягкими, насколько они были первое время. Как я и сказал, что из-за того, что стопталась амортизация, соответственно, они прибавили мне плюс несколько размеров, от этого они стали просто огромными, нога в них болталась, как бы нигде никак не держалась. А подошва, которая тоже сказал, что на первом этапе я хорошо цеплял доску и хорошо ее чувствовала, ну, соответственно, такая подошва имеет свои минусы изначально, это значит, что подошва достаточно тонкая. Ну и, естественно, она тоже начала уже там, как вы видели, буквально на седьмой день, у нее уже были небольшие потертости, потом это все только усугублялось, и в итоге дошло до того, что вот мы, как видим, здесь уже, ну, буквально, не знаю, выйти один раз покататься, и будет уже, будет дырка. Еще что мне в них не понравилось, с самого начала они были очень неаккуратно шиты, у них кое-где там болтались какие-то нитки, кое-где был какой-то кривой шов, например, опять же, в тех же Nike SB и в Adidas'ах такого практически не бывает, я сейчас буду снимать вот эти вот кеды поближе, также на серебристом фоне, и вставлю, как они выглядят сейчас, спустя 27 дней, и покажу, как они выглядели новыми, там я показываю, что у них кое-где там клей и т.д. и т.п., вот эти вот все недочеты в сравнении с Adidas'ами, Adidas' я сейчас тоже принесу и покажу вам поближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, несмотря на все их минусы, я могу сказать, что это хорошие кеды для тех, кто меняет обувь часто, если у вас есть такая возможность менять кеды каждые 2 недели, или, например, 14 раз, ну, если вы выходите кататься не так уж часто, то, в принципе, я бы мог вам посоветовать эти кроссовки, потому что, ну, как я и сказал, на первом этапе они были очень даже хорошими. Но, например, лично я отношусь, к сожалению, к той части, к большей части, наверное, россиян, у которых не так много денег, и всегда пытаюсь найти что-нибудь такое покрепче, что будет жить уж прямо до последних дней, будет цеплять доску, там будет не так сильно отбиваться ноги и т.д. Эти кроссовки, к сожалению, к ним не относятся. В общем-то, для себя я, наверное, поставлю им 3 звезды, что, в принципе, не так уж плохо, и, наверное, где-то половину звезды я у них возьму только за то, что они называются точно так же, как и мараны, которые идут с подошвой капсол, там, в коллаборации, например, с теми же Мишлены, которые, ну, судя по отзывам, живут реально очень долго, и мне кажется, что просто люди, которые не особо разбираются в обуви, увидят, что, ну, как бы, на слуху вот эта вот модель Этнис Моран, Этнис Мораны крутые, там, то-се, и они просто могут купить в скейтшопе или где-то их увидеть там в магазине, просто купить Этнис Моран Вук, вот, нарваться вот на это, и, наверное, они потом разочаруются, когда узнают, что вот нужно было брать капсол. Ну, конечно, если когда-то будет возможность купить у меня капсол, я, наверное, все-таки еще повторю такой тестик, но про Морана Вук, конечно, сказать больше мне, наверное, и нечего, и на этом VR-тест уже будет заканчиваться. Еще раз, кстати, повторюсь, что для того, чтобы объективно сделать VR-тест, нужно прокататься, ну, далеко не в одной паре, потому что бывает такое, что одна пара живет дольше, чем вторая, хотя это абсолютно одинаковый бренд, одинаковая модель и так далее, нужно, наверное, и скатать, я не знаю, пары 3-4, для того, чтобы понять, клевые они или нет. Вот, ну и все, наверное, я с вами на этом буду прощаться, большое спасибо, что посмотрели это видео, вы долго его ждали, я все его долго монтировал, долго никак не мог его выложить. Все, всем спасибо, скомментируйте видео, ставьте лайки, дизлайки, если кому-то не понравилось. Всем пока, увидимся в следующих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok